В оздоровительном комплексе «Снежный» продолжают ремонт пищеблока, актового зала и подвала. Сейчас проводят демонтаж. Уже согласовали цвета отделочных материалов. На объекте трудятся почти 30 человек. В актовом зале будет новое акустическое оборудование и декоративные панели. В пищеблоке обновят столы, холодильники, шкафы и другое. Мэр Магадана проверил ход работ. Закончить специалисты планируют к началу лета. 28 мая должны быть все работы сданы. Поэтому у нас только надежда одна, что все ограничительные меры будут отменены и будет не 70% заполняемость лагеря, как это было в ковидные годы 2021, будет полное заполнение лагеря. То есть здесь должно быть 120 детей. На ремонт лагеря правительство Колымы выделило почти 40 миллионов рублей. Подрядчик, ООО и Дефикс. Компания уже комплектовала детские сады и строила дом в поселке Сокол. Работы идут согласно графику. С 1 марта 2022 года земельные участки, статус которых является временным в Едином государственном реестре недвижимости, становятся архивными. Фактически изменение статуса на архивный говорит о том, что участок снял с кадастрового учета. Данная процедура не является прекращением прав на земельный участок и не предполагает его изъятия. В связи с вступлением в силу 218 федерального закона, то есть с 1 января 2017 года, временный статус земельным участкам больше не присваивается. И при этом положение данного закона еще содержит норму о переходном периоде, позволяющим владельцам земельных участков до 1 марта 2022 года завершить процедуру оформления своего права. Чтобы не проводить повторно все процедуры по образованию земельного участка и сохранить все ранее внесенные в Единый государственном реестре недвижимости сведения, следует обратиться с заявлением о государственной регистрации права с приложением к нему необходимых документов. Узнать статус своего земельного участка можно с помощью кадастровой карты или через портал Госуслуги. Любовь Голимбевская, Олег Калугин, Магаданское время. После двухлетней паузы состоится Кубок Магаданской городской думы по лыжным гонкам. Перерыв был связан с ограничительными мерами из-за коронавируса. Теперь же состязания вновь проведут. В соревновании примут участие ученики 12 школ города. Проводится соревнование в формате эстафеты. Команда формируется одна от каждой школы по одному ученику 1, 2, 3, 4 класс. Дистанция соответствует возрасту и направлена именно на популяризацию этого вида спорта, на выработку командного духа. И надо отметить, что первые участники, которые в том числе принимали участие в первых наших соревнованиях, в настоящее время, в этом году, выполнили разряд кандидат в мастера спорта два человека. То есть это говорит о том, что и маленькая доля нашего участия в том, что, надеюсь, она есть. Пройдет состязание 8 апреля на территории спортивного комплекса «Снежный». Городская дума просит школы уже сейчас начать формировать команды. В 13 гимназии проходит военно-патриотический месячник. В его рамках организовали музыкальные перемены. На протяжении нескольких дней ученики и педагоги школы исполняли военные песни в рекреациях. Это идея молодых педагогов-организаторов. Давайте сделаем наши молодые педагоги-организаторы, наши выпускники в прошлом, Алина Владимировна, в частности, а давайте мы сделаем перемены. То есть вот не будем выбирать время, допустим, потому что все-таки уроки, которые нам приходилось переводить на дистанционный формат, и кто-то пропускал. Ну то есть хотелось бы, чтобы учебный процесс не был затронут как таковой, поэтому мы приняли решение, вернее их была идея. В школе обучается 840 детей, работает больше 50 учителей. Для ребят проводят различные акции, веселые старты, часы общения и многое другое. В скором времени старшеклассники примут участие в военно-патриотической игре «Снежный десант». Встречаем!